Начинаем. Доброго времени суток, смотрящему себе, дорогому зрителю. Наблюдаем мы вместе с тобой БЛ-5, огромное БЛ-5 финала. Огромное БЛ-5 финала. Финал, БЛ-5, нет, разумеется. Турнир TDM 2х2 от ESH. ESH, да? Тоже супер. Дорогой зритель, я думаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Ну, если не понимаешь, в любом случае, ты сможешь насладиться игрой 2х2 в TDA. Какой-то что-то вообще-то опять бред. Как можно было тебе это сказать? Просто ужас какой-то. Сейчас, сейчас. Побрать, все. Нормально, нормально. Четыре ножи, тут 102 ведут. Формат проведения БЛ-5, ЗТМ, ДМ-6, Т6 и еще какая-то карта, возможно, будет отыграна. Кличко стоя аплодирует. Кличко позавидовал, ДМ. Вообще-то это я его научился это говорить. Но неважно. Рехипап минусует тем временем фото Вана. Минус Латроми. Достаточно близкая будет игра, обе эти команды перенервничал. Ну, не то чтобы, но как бы... Михаил, Михаил. Называй его Михаилом, пожалуйста. Хорошо. Михаилом называем фото Вана. Сто два фото Ван. Сто два четыре два один. Это телефонный номер такой. Сто два четыре два один. Ну, ладно, ладно. Закончили. Стоит-троллинг. Давайте посмотрим за игрой, потому что действительно игра обещает быть хорошей сейчас. Рехипап очень хорошо, что выжил. Посмотрите, у него просто весь Вяпон-бар. Красный сейчас будет появляться. Рехипап. Так, вот ты там это помнишься. Вот. Семьдесят шесть. Дубцы вторые. И сравнивается счет. Сравнивается счет. Так, ну, ну, видите, мы от чатика немножко отстрадили. По стримингам. Восемьдесят хп у Латроми. Шафта нету. Мига будет скоро. Эш забирает в хват. О, минус в Латроме. Важный сейчас фраг. Рейлган также он подбирает. Очень важны здесь две пушки. Это рейлган и шапкет, конечно же. Минус Михаил. На базульке. Минус в Латроме. Да ладно. Как он выжил? Ого, вот это рандом. Вот это просто прикольно. Залетела граната от Латроми. Совершенно неожиданная, честно говоря. Восемьдесят хп у Эша. И на лалах он просто запрыгивает. Повезло, он сейчас здесь, но продолжает потуло напрягать. Восемь хп, четыре хп у Эша. Лоу. На просто супер лоу хп, что-то не так, Эша. Все нормально. Видимо, поправил он там твои, возможно, девайсы. Они любят у нас на робце демпы с ними. Я люблю очень демпы. Я думаю, всем интересно будет смотреть на демп. Прямо что в дуэли сейчас играю уже немножко. Надоели сто шестьдесят хп у Михаила. Пятнадцать тринадцать в счет. На карте минус сэш должен быть. Да, минус сэш красненький достается Михаилу. Заминусовал. Выходит вперед команда, что вторых. Но это сейчас будет близкая такая, близкая постоянная игра. Постоянно будет, скорее всего, меняться команда местами. Если не будет какого-то сильного прогона склада. На самом деле, клад именно для этой цели, в общем-то, и служит. Чтобы получить большой отрыв, хороший. Эш по тайминг прям запрыгивает на красный. Это очень плохая ситуация для него. Да, приходится ему просто отступить. Пятнадцать секунд до красного желтока. Оставляет он реки-папа. Пытается весь партнер ворваться. Слоточка на пятьдесят. Шафта нету, поэтому Эш не забирает патроны для шафта. Возможно, они пригодятся реки-папу. Просто вопрос в том, где он сейчас находится. И какой у него стэк. Красный лежит. Заманивал Эш на квад. Но не смог все-таки фрага там даже нанести. Минус Михаил. И сейчас очень хороший стэк у Эша. Однако, нужно еще найти своих оппонентов. Это не так просто. Зажим на ЛГ. Надеюсь, что реки-пап остался здесь. Нет, реки-папа здесь нет. Рейлганом отстреливается. Расстрелится в Латроме, по-моему, если я не ошибаюсь. Здесь-то. Ну, минус ниже его. Ну, лоу. Просто лоу. Эки-пап минусует. На выходе из телепорта. И последнюю секунду. Даже, по-моему, уже не было там квада. Заминусован. Четыре-два-один. Красный лежит. Попытка, по-вторых, ворваться. Непонятно, что забрал. Потому что тимбаров мы не видим. Бла-бла-бла. И все такое. Там сзади еще один оппонент остается. Рейлган. Главное сейчас отбить. Ой-ой-ой. Лол. Латроме. Вернее, Эш не очень понял, что не ушел оттуда оппонент. Практически запилили сейчас Эш. Но практически это не фактически. Три фрага всего разница. Пятая минута. Напоминаю, что у нас был пять. Подсадочка. Хорош. Ой-ой-ой-ой. Закрутился Латроме. Не получилось у него развернуться грамотно на оппонента. Поправил девайс. Стрихнул кирпич. Это как эти самые, как самураи, да, там всякие? Пять фрагов разница всего. Очень плотная и близкая игра. Потненькая. Напоминаю, что это гран-финал вчерашнего турнира 2 на 2. 50 секунд до квада. Латроме уже здесь. Михаил, по всей видимости, тоже. И вот вопрос, что будет дальше. Я имею в виду под контролем. Даже не забирает аптеки Латроме. Выходит на квад. Квад появляется. Нужно... Да ладно, неужели... У Фортуны степи... Да, да. А сколько... Почему не пропитываешь? Ну вот, все в порядке у Фортуны. У Фотуван. Да, противоречивая, конечно. Потом меня ругают все время, что я говорю неправильно. Ну, Михаил. 30 хп. Ну, реализация квада, как вы видите, нулевая. Мега за эшем. Мега за эшем. Латром здесь врывается. Вместе с Михаилом они разруливают, в общем-то, всю команду. Ну, всю команду из двух человек. Но в любом случае... Все квады холостые. Да, прям никакой реализации квадов не происходит. Но это показывает только... О, отлично здесь Михаил попадает. Просто великолепно. Заходят две прямые подзюльки. Вторая тоже была прямая. Хорошо, что убил до аптечек. Это очень важный момент был. Передает информацию у Латрома. Но у Латрома рядом нет. Минус эш. Хороший. Смотрите, как... Интересно, какие подконтроли кидает... То есть на опережение базуки вот эти такие руты у Фортуна, у Михаила. У Михаила. Я думаю, через некоторое время я перестану его так называть. Пошло здесь Великий Папа. Ну, Шаптом достаточно легко разруливать. Минус Латроме Атэша. Сзади там Фортун пытался напрячься. Латроме великолепно запилил. Красавчик. На 12 ИФП. И выходит команда 102 вперед. Полтинник в Латроме. Еще практически 20 секунд до квада. Почему опять не переключается на хопинг? И хип-ап. 34 на 34. Пошла небольшая реализация квада. 3 фрага уже имеется. Сбили наконец с контроля. Вот сейчас риск могут выйти вперед. То есть получить все эти айтемы, которые им приходилось отбивать все время с боем. Теперь у противника не будет совершенно пушек. И обратите внимание, только с машинганом. С машинганом Латроме. С машинганом Михаилов. В общем, команда 102 сейчас должна несколько просесть по фрагам. И возможно так и будет. С машином Михаилов. С машином Михаилов. ОК. Оставил чатик на девушек. Пошло там взамен. Ладно. 100-100. Михаил. Минус рехипад. Такая тим-работа. Тим-ворк. Опытный здесь от Михаила напрячь. До Мигу еще 3 секунды. На 20 хп. Ну вот тяжеловато, конечно, было ему здесь выжить. И смотрите, Мигу сейчас забирает эш. И у него неплохие сейчас шансы для того, чтобы выйти подклад. Это гранд-финал или финал лузеров? Это гранд-финал. Очень хорошая ситуация для эши. Если у него получится удержать этот стэк. Причем ему, конечно же, должен помогать. Сейчас 3 хп, там рейлган. Это очень опасно. Нужно спамить. Нужно все базуки туда тратить, на самом деле. Отлично. Отбил весь стэк. Красавица. Есть 140 шафта. И сейчас можно продолжить вот это вот восхождение, которое они начали. Телепорт, конечно же. Сейчас полтинник. Желтенький с плазмой проверяет. Желтенький лежит. Слышит. Нет, это не оппонент. Оставляет 3 хп, красавица. Вот это тимворк. На рейлгане видит оппоненту, но самому ему сейчас очень сложно будет выбить. Доходит эш. Ну же. Хорош. Минус Михаил. Рихипап подбирает этот рейлган. Красный. Тем временем за латроми. Минус... 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 Он зарезался. Есть дроп. Оставляет все это эш. 6 фрагов преимущества. Обратите внимание. Рик, между прочим. Молодцы. Очень хорошо напрягает. Латроми здесь пытается ворваться на мегу. Мега появляется. Будет она за эшем. И отличный рейлган. Очень четенько здесь все делает эш. Латроми там появился на базуке. Зря. Михаил тут прыгал. 9 фрагов. 9 фрагов уже преимущество. 2 на 2 квад не решает. 2 на 2 квад очень решает. Очень сильно решает. Потому что пока нет квада, игра идет достаточно близко. То есть можно вдвоем наломиться. И в общем-то забрать там где-то оппонента. Отбить шапт, отбить рейл, отбить красный. То есть вот такие вот темы. А когда на тебя, извините, чувак выходит, у которого дэмэдж в 4 раз больше, чем у тебя. То как бы становится несколько грустно в эти моменты. Эвил Пони сейчас будет. Ну, ребятушки, мы не будем смотреть на Эвил Пони. Мы будем смотреть на Эвил Пони. Сейчас это гранд финал. Сильные, самые сильные команды из этого турнира. Не, ну здесь дело же не в том, что типа, аха-ха-ха, ты сказал, какой-то обрет. Ну, как бы действительно решает. Разные бывают мнения, но... Ой-ой-ой, как хорошо. Кстати, опять еще будто не переключилась на квад. На квад. Г-поу, пауэрап, 0. Понятно. Г-поу, пауэрап, 2. Милатроник с квадом. Отлично, у него стэк. Фрагов он пока не успел сделать. Минус первый квад будет ДК-эшик. Заканчивается квад. Здесь квад реализуется больше вот именно позиционно. Вот забирает латроник рейлган. Потому что оппонента здесь нет. Выбить здесь тех было ему легко. Он всех вынес, и у него все в порядке. Да, просто они как бы прячутся. Здесь все-таки все сколовые. Все сидят в кемпитах. Друг другу информация все время поступает. То, что, где синхронизация. Выходов. Здесь отдает рекипапу латроник шафт. Но отлично, между прочим. Букулан сверху великолепно хобби там забивал. Вовсе этим стык не умерли. Сравнивает за счет, между прочим. Тем временем 102-й подогнали. Харк, если у тебя там будет инфа, ты напиши потом, как там они создали. Чтобы я просто вспомнил. Да, сюда. Это кп латроник. Отличный фраг здесь. К сожалению, Михаил сейчас не товарит. Отчетки. О-о-о-о-о, опасная такая базюлька летела. Не попадает здесь эш. Отступает на аптечке и 5 секунд до квада. Надо хотя бы через полтинник выйти на подконтроль. Здесь уже встречает Михаил. Как он отлично там все раскидывает. 40 на 25. Плазмой пытался добивать. Не получилось. Квад лежит. Иллатром из-за минусового лихипапа, который, в общем-то, в таком предсмертном порыве его забрал. Отличный раундан Атэша. 26 хп. Вот сейчас прыгать-то надо. Да, потому что как раз отвлекли. Отвлекли. Планета в латроне здесь борется за желтый. Он, скорее всего, отдается по определенности. Отлично, отлично. Я же прям очень круто все сделал. До полтинника еще долго. Лучше, да, вот эти аптеки проверить. Забирает и хэш. Слушайте, ну, для 100 вторых в латроне, наверное, наверное, для них одинаково, для тех. Элдер, где записи со вчерашнего дня? Записи со вчерашнего дня, к сожалению, нет, потому что я нахожусь сейчас по другим компьютерам. Качество звука должно отличаться от того, которое было это обычное качество картинки. Вот, потому что я с нашего любимого ноутбука, с которого прошу все предыдущие трансляции, и на слотроне. Не слежал, точно, что появляется. Нужно, на самом деле, по сути, контролировать рейлганы шапки, в общем-то. У нас, к сожалению, нет инфы, которые есть у игроков, да, то есть по тимбару то, что они смотрят. Информация, которая не передает друг другу в тимспике. Рихипап забирает мегу отличным врывом. Шафтецкий лежит. Вот сейчас мы получим некоторый тайминг на шапки. Минус Михаил. Пять фрагов впереди. Находится Рихт, и дилеется шапк. Эшик его будет забирать. Скорее всего, в 4 секунды. Следующий шапк. Минус Латроми. Шесть фрагов преимущества. Сейчас неплохая ситуация. Для команды Рихт можно много заминусовать. Много раз заминусовать игроков команды 102, потому что пытаются они ломиться на хват, но при этом девайсов у них совершенно нету. Что гораздо лучше, чем было. Вот это, кстати, меня смущает. Почему-то с ноутбука действительно картинка более четкая. Тамбар. Надо разобраться, что именно. Почему так происходит. Какие-то настройки я упускаю. Минус фрагов. Десять фрагов уже преимущества у команды Рихт. И времени остается немного. 2,5 минуты. Во-вторых, надо спрятаться для того, чтобы отыграть эту карту. И вести эту карту до победного. Минус Михаил. Рейлган по Латроне. Складываем там остается. Именно по Латроне. 13 фрагов преимущества. Мега за Рихипапом. Давно, кстати, он не умирал. Давайте быстренько глянем скорсы. Латроне минус 1. Михаил минус 12. Дэмжи примерно одинаково. И только Рихипапа нанес больше дэмжи, чем все другие игроки. Чем-то большим хамп. Рот. Моношика. Дэшап детский, кстати, будет. Дэшап должен быть. Отдает все Рихипап, и там должен на Респечер. А что, нет его, непонятно почему. Видимо, там все перезадолейно. Мега за Латроне. 12 фрагов в разнице. Дэм 20 покажет, кто-то Рихипапа, кто-то Рихимам. Ну, Дэм 20, да, классная карта. И интересно будет ее посмотреть в исполнении этих игроков. Я бы вообще посмотрел какие-то нестандартные карты. То есть ЗТН, конечно, она такая уже заточенная прям у всех. Неужели Латроне с Шафтом будет, да, пытаться ворваться? Да, и видит он Эшика, который пытался забрать Шафт. Очень неудачно здесь разрулил Латроне. К сожалению, он нашпиговал себя в стену. Желток. Легу оставляет. 5 секунд. Да. Хватает. Да ладно, врывается. Может быть, даже заберет. Да, отлично. Убирает Хват. Минус Эш. Желтый. Мега все еще лежит, но не знает об этом Латроне. Красный сейчас появится. Аптеки за Латроне. И нужно давить. Передет он в фунт про красный. Ой-ой-ой, сейчас, блин, чуть перепорт не вошли вдвоем. Минус Эш. Можно еще успеть, на самом-то деле. Если посильнее реализовать этот квад. Латроне с Шафтом там на желтом сплазмой услышали оппонента. Сзади находится один игрок. Минус Михаила Эш. 30 секунд остается до конца. 7 фрагов. 30. Двоих, двоих нашел. Нашел. Где же Михаил? Нет, Михаил, к сожалению, на месте. Шафтетский. У Эша, у Рихипапа, Базука. Минус Латроне. Врывается Михаил. Минусует одного. Однако, 8 фрагов разницы за 10 секунд, конечно, не сокращаются, дорогие мои. Рип берет первую карту и повели в счете 1-0. Я напоминаю, что это серия БО-5. Соответственно, как минимум... Как минимум, а именно 3 карты нужно выиграть для победы. Вот такие вот дела, дорогие мои. Если есть инфа, как там Мэйвелс Пони сыграли, то я, конечно же, не откажусь. Продолжение следует... Так что, неужели ДМ-6 у нас будет? Так, 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 дорогие мои, плюсы и трансляцию НСК-2 ТВ, конечно, естественно. Это всегда полезно. Буржуй затащили. Да не, ну там же эшек. Он же не буржуй. О, кто-то подписался на премиум, похоже. Да, чувак, чувак, кто ты? Кто подписался на премиум, отпишись. Так, что тут за баны раздаются? Давайте попроще как-то. Какой счет по картам? 1-0, только-только вот. Повелись. Что там происходит? У кого банят? Зачем? Вот. На плюсуйте я скинул, да, плюсуйте трансляцию НСК-2 ТВ. Да, БЛ-5, именно так. Я приветствую всех зрителей. Сейчас у нас будет ДМ-6, остался только Михаил, по-моему, не ready. Вот и начнется уже эта карта. Рекламная пауза, перекур. Да, показываем рекламу, рекламную паузу, конечно же. Товарищ, кто ты? Кто подписался на премиум, дорогие мои, я рад, что этот человек это сделал. У 102 есть преимущество в одну карту? Нет инфы. Нет инфы. Нет инфы. Нет инфы. Нет инфы. Да, я также призываю всех, кто не залогинился в чатике, залогиниться. Те, кто смотрит трансляцию, просто там с первой страницы, например. Вот, заходите в чатик, поднимаем трансляцию, рвемся к власти, естественно, на Гудгейме. Это летарно. Вот, пока у нас только вторая страница, и не хватает, не хватает нам еще 30, 35 где-то человек, для того, чтобы быть на первой странице на Гудгейме. Так, по-моему, тут все началось. Да, именно так. Следующая, вторая карта. Здесь, наверное, одна из основных позиций. Это бункер и красный. И после красного вам нужно забирать бункер. А забрав красный, выходить на бункер, держать контролей. Фак появляется, между прочим. Таил уже забрал. Занинсовал здесь или хипапа. Так, ну вообще, надо бы на красный взрывать. Второй. Ой-ой-ой-ой, к сожалению, не получилось здесь за минусователь хипапа. 30-35 остается. Красный уже за командой 102. На рейлгане. Да, и сейчас поджимать будет Михаила. А это латроны, да, минус латроны. Форос, вот это на нежданчики Михаил вынул шатганчик. На нежданчики шатганчик. Полтинник. Очень в тему. Красный, кстати говоря, можно было бы пытаться сместиться на красный. Не знаю, почему они переходят туда. Михаил. Ожидается здесь желтка. Отлично, отлично. Неплохое преимущество шатганчик. Ну, для, так сказать, для второй минуты, это, конечно, все несерьезно, говорить о том-либо преимуществе. Это вот математически, как говорится, оно и есть. Вот, залогинился и посмотрел еще раз рекламу. Ну, прости, пожалуйста. Ну, они отдыхали после кашенковой иконы. Да, в Кулайфу появилась возможность дропать оружие друг к другу. Вот, ну, это такое одно из самых старых, наверное, моего пиздений. Действительно, видимо, ты давно не играл. Потому что сейчас много изменений. И грядут еще изменения. Скоро выйдет новое обновление. Квейк Лайф будет в Стиме. Можно будет через Стим играть в Квейк Лайф. А тем временем преимущество команды 102-х растет. Деревых фрагов. Ой-ой-ой, и как Михаил там наламывался, не очень удачно. Вот Латроми очень даже удачно вышла под контролем Рейлганом. Полтиника нет, две аптеки пытаются забрать Эш. У него это получается. Симус Латроми. Рейлган законтролен. Еще Минус Латроми на Респео. Зачем-то он отдал шаг, но... Давай. Десятку ПОЭша. Не, время есть. Нужно просто навести на сервер. И нажать на него один раз, и там показывается столько времени. На самом деле, это просто нововведение, как и новый сайт Гудгейма, который... Были люди, которые критиковали его очень долго, говорили, фу, что за отстой, как это вообще возможно, что так убого. А сейчас все, все привыкли, всем нравится. И на самом деле, ну, я лично был среди тех, кто сразу говорил, что дизайн клевый, и что круто, что такие изменения. Девушки отдыхают. Еще пока нет, еще пока дэмэдж оружия не изменился Пока что еще нет, дорогие мои Изменения оружия будут И возможно будет новая пушка Будет изменения в мувинге Ну там, в общем, вы все увидите, дорогие мои Не хочу вам просто, ну как бы Наговорить того, чего не случится Потому что еще все те даже обновления, которые в анонсе анонсированы Они как бы еще не стопроцентно будут подключены И возможно даже Хоть бы запретили менять фов Ха-ха-ха, чтобы все на одном слове играли Да ладно Это было бы жестко Тем временем, 19-15 Даже 19-16, три трага всего Не ладно, ладно, четыре Окей, три В общем, небольшое преимущество команды 102-х Но все еще он удержится с самого начала игры Однако красный сейчас будет за командой Rigt Собирает Эж здесь оба айтема И Шартецкий, который был И красненький сзади, там кто-то пытался на него напасть Хоп-хоп, это Михаил Возвращает Эж на красный И, в общем-то, позиция законтролена Командный Rigt Ну да, он и все забирает Почувствовал, что здесь в латроме Хорош, отлично Вообще, очень классно получил Сэша Хоть и очень немного он дэмэджа получил А получил он много дэмэджа за счет того, что очень долго, на самом деле Делал вот эти все Вроде бы Хорошие Такие базюльки Приветствую всех, кто присоединяется к трансляции Доброго вам вечера Смотрим мы команду 102-х против команды 102-х Господи, что сегодня за вечер, ребятушки Смотрим мы гранд-финал турнира 1-2 TDM Команда 102-х играет против команды Rigt В латроме с Михаилом по 2-1 Против Эшем и Ликипапа Клад через 2 секунды И команда Rigt опять забирает клад На самом деле, по-моему, еще ни одного вклада не забрала команды 102-х Нет, один забрали В общей сложности 14 секунд, там кто-то пробегал Сто на 30-х Мимо с латроме от Эшем Моя Сто Mouse Моя 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 Команда Рикки тем временем вышла вперед, неплохой здесь замес какой-то устроил эш, я честно говоря даже не помню, какие-то гранаты, шафт, базука, все вместе налетело. Две секунды до красного, красный будет за эшем, не было смысла тут запрыгивать, если это еще кому-то досталось этими гранатами, не стал подконтроливать рейлгам и мэш. Дает умфури хип-ап, тот приходит, все четко, патронов для шафта нету, на базуке его уже встречают, но как-то рано Михаил вышел, а, пилотонный был, ого, хорошо зашла базука. Приходите, дорогие мои, на лам 23-го, ну или оставайтесь за компьютерами, это оптимально на самом деле, потому что вы сможете, если вы не едете участвовать, то оптимально. Примкнуть, так сказать, к монитору и наслаждаться от прямой трансляции с места событий, обязательно будет гвебочка, все вы посмотрите, будет интервьюхи. Все будет здорово, будет приятное сидение, надеюсь. Раф, я так не говорил, мне кажется, не совсем меня понял, или совсем меня не понял, если быть точным. Так, какую-то глупость сказал, странно. 100 на 60, рихип-ап. Лучше не на велик пойти покататься, лучше стрим посмотреть, вот логика какая. Если вы не ежески, поперик тут очень сильно уже в отрыв уходит, а я вам скажу, чтобы вы поняли, что я не уйду, мне кажется, не совсем меня правильно некоторые зрители поняли. Я сказал, что если вы не едете туда участвовать, то оставайтесь дома и смотрите трансляцию. Я не говорил, что кто-то днище или что там, не приходите туда. Я надеюсь, вы меня поняли. Минус Латроми, и практически... Да, 20 фрагов ровно уже отрыв у команды Рик. Это вторая карта. И сейчас будет Квад, что самое важное на самом-то деле, и забирает его эш с маленьким стэком. Но Латроми, между прочим, тем временем он заринвесовал рихип-ап, у которого был достаточно большой стэк, и он мог бы попытаться забрать Хватец, и это было бы лучше, как мне кажется. Дропнул шартец, не знаю. Хорошо отпрыгнул эш, почувствовал оппонента снизу. Нет, там экрана со сцены не будет. На Лане будут мониторы 75 Герц. Я не знаю точно, возможно, да. Приносил свой, да. Все еще преимущество, что вот такие фрагов сохраняются для команды Рик. Еще не все потеряно для команды 102, я думаю, вполне они смогут еще побороться. Злой еле-еле обыграл его позиции. Я был на этом Лане и был в этой лаборатории, был там даже дважды. Вот так что я тоже знаю, что будет. Вопрос в другом, что там как бы и меняется все, да, иногда там обновления какие-то. Где-то где-то бывают разные бывают ситуации. Ребятушки, все, скоро мы узнаем. 23 августа присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее, напитки покушать. Все, и будем бомбить. Весь день будет идти все это мероприятие. Может, чтобы расслабиться интереснейшими играми, будет формат такой, дуэли и клан-арена 2 на 2. Сэшен, я не знаю, что конкретно там изучают. Латроми здесь забирает клад, минус эш. Да, Рехипапа здесь не нужно минусовать, потому что зубич изучает персональный компьютер, ну да. О-о-о, хорошо Латроми заходит, минус эш трейлганом. Отличный момент, еще 7 минут. Вот, если в таком ключе, вот, переломном сейчас начнется игра от 102, то они смогут затащить, и время еще есть. Именно вполне достаточно для того, чтобы выиграть. Главное, не отдавать ключевые айтемы, рейлган, шафт. Да, но пока как-то сказать, что прям все получается. Порос минус эш, рейлган, соответственно, не достается. Много отставаний потократилось, однако, ну, пока не видно такого вот прям переломности какой-то в этой карте. Минус от эша, хорош. Как же они круто делаются. Очень тимплейно они играют с Рехипапом, хотя вроде бы я не видел, чтобы они наигрывали огромное количество игр до этого турнира. Возможно, они когда играли ТДМ, ну, как-то, да, там, скоммуницировались, и у них, в общем, такое взаимодействие получается. Ну, это очень сильная у них связочка там. Эшфири хипап. Хотя, подойду, дорогие мои. Эшфири хипап. 5-минуте warning. 7-ть. 6-ть. КОРОМОНС come на ногу. 5-ть. Владимирко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 такой завод конечно нифиговый 20 дней врага праздники ну джи джи уже да встает эш и ну конечно немножко это равно он майнер но тут три секунды это ерунда данный момент взял сломал ногу открыл для себя стримы такая ностальгия спасибо ну что ты подписывайся на канал вам сквейк постоянно если ты захочешь еще в общем то посмотреть местные трансляции по квейку то все будет окей мы будем здесь и так ну что же 20 на 20 по картам 20 или спросим имеет ли преимущество во вторые в одну карту и 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 Привет! А почему ты без премиума? Как это так? Или ты просто не палишься? Эй, стинг. Кончился? Нифига себе! Ну ясно. А я сегодня стримлю с ноутбука, поэтому даже не знаю, хорошо это или плохо. Ну это пожелание, конечно, ты чё там как-то, что там лишь. Я смотрю, ну сейчас посмотрю премиум. Я сегодня просто с ноутбука стримлю, поэтому не могу как-нибудь показать, надо переключиться, чтобы подлагов не было. Потому что пока не фолкскрине, а идут всё-таки пайки небольшие лаги. Вот, подписывайтесь на канал на Гудгейме, подписывайтесь на премиум, подписывайтесь на СК2ТВ, на Ютубчике также, полюсуйте там, в общем, все дела и на Твиче. Твиче, конечно же, тоже про Твиче не надо забывать. Сегодня мы его не читаем, однако он есть, мы про него помним. Не сыграли ещё только Яйоу и Пони. Ну и здесь у нас остаётся одна игра, это на 20 минут. Тем временем Эвил откатал Пони. Давайте посмотрим, как матбал, я хотел посмотреть, как матбал идёт. Проиграл он, тех луз получил в игре с Эвилом. Проиграл Яйоу и обыграл Бейза. Ситуация в группе следующая. Яйоу занимает первое место, у него стал 3-0-0, Эвил занимает 2-ое, 3-1-0. Эвил отыграл все игры Пони, не отыграл ещё все игры и также Яйоу не отыграл. Похоже, что... А сколько выходит из групп? Сейчас, может только напомнить? Никто не забыт, ничто не забыт. Квестую всех, дорогие мои. За что вы Хедю довели? Что вы сделали? Что вы, демоны, устроили тут? Пока я отвлёкся. О, здесь уже началась игра. Всё, включаемся, включаемся, дорогие мои. Погнали. Решающая карта для команды 100-2. Если 100-2 сейчас проигрывают, то Рик становится победителем. Посмотрим, что получится у команды Рик. Как я уже говорил здесь, ну как и вообще в ТДМе, очень важно оружие. Оно больше важно даже, чем красный, чем зуби, желтый. Пушечка у вас должна быть реализацией. Потому что этот чувак с машин-ганом с очень малым процентом вероятности завалит чувака с шовком, правда? Алиса это автоматический бот, поэтому я не могу отменить её решений. Не могу разбанить. Она действует по ключевым словам, поэтому... Теперь, если ты ещё слышишь меня, не ушёл с трансляцией, то я не могу на это никак повлиять. Восемьдесят на пятьдесят латроме, спешит он на шахтецкий. Тем временем Михаила заминусовали там. На красненьком, красненький за командой Рик. Нижнежёлтый сейчас будет резаться. Это тот, что на плазмогане над плазмоганом. Рашисту два предупреждения, хорош, хорош. Третья и банк будет. Да, опасно. Опасно связываться с Алисой. Десять пять пока, сто вторые ведут, неплохое начало. Ну, если дистанция будет, то больше, то миниган. Но тут не так много мест, где, как бы, шаг не будет доставать. Вот тут, как бы, в этом тоже логика. Бл-5, что ли? Да, именно так. И у нас сейчас третья карта, пока 2-0 ведёт команда Рик. Сто вторых есть возможность отыграться, но пока... Во-во-во-во, вот это атака от Латроми, хорош. Вот это оправданный ракетжамп, который суперчётко был исполнен. Минус 3 хип-ап в очередной раз. И 13-6. Хорош, задел, мига лежит. Не, ну тут и есть тоже, как бы, да, места, но... Во всех внутренних, как бы, комнатах миниганам, конечно, ничего не сделаем. А что будет после этого? Честно говоря, не знаю, возможно, спать пойдём, потому что... 23-0-5, да, я думаю, после этого уже ничего не будет. Сейчас последняя игра 125 FPS капа идёт параллельно. Вот, а мне завтра очень рано вставать на работу, поэтому я плюс всё с ноутбука, отсюда ни Half-Life не постримит, ничего. Вот. Но я думаю, что в ближайшие дни, думаю, в четвергу уже будет здесь хомп, и я буду стримать Half-Life и всё, 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 всё. Остальное, и BioShock там, возможно. И здесь мы, наконец-то, пройдём. Такие вот дела, дорогие мои. 70 на 75 латроме. Railgun под контролем. Впрочем, неплохая сейчас ситуация, 12-9, пока рикки не могут как-то сильно поднапрячь. Max Payne на хардкоре, давай. Кузубард, ну так ты же как раз... А, выучим английский, да, выучим английский. Я думал, ты выучи английский я прочёл. Выучим, выучим, давай, я только да. Пока просто нет возможности сработать и в большом отпуске будет. Как раз можно будет заняться. Хе-хе. Нет, нет, Фёночку пока ещё ничего. О! Не хочешь дайкатму пройти? Что такое? Дайкат найду, что такое? Не хочешь дайкатму пройти? По-моему, будет x4, то есть всё, что вытащенное складом, залетает складом. По-моему, так. Но это не точно, я могу ошибаться. Обычный, по-моему, как он выглядит складом. Базуха залетает, кстати. Жёстенько. Я так припоминаю какие-то моменты. Блин, 33-16. Уже в два раза преимущество у команды 102-ых. Возможно, это 7. Одна из, наверное, самых сильных их карт, или я как-то не знаю. Скорее всего, по картам лузер пик идёт. Кват разве x4? А, да, в твоей клаве сейчас же и не x4. Я сейчас там, три там, блин, с небольшим что-то такое. А чё за предложение просил чувак на стриме Half-Life 1 озвучить? У меня проблемы с ноутом. О, ребятушки, кто-то задонатил 150 рубасиков. Я благодарю вас за поддержку трансляции, ребятушки, спасибо. Благодарю вас. Благодарю. К сожалению, пока не могу прочесть её, если там есть какое-то послание. Спасибо тебе, товарищ, что поддерживаешь трансляцию. Благодарю тебя. 38-18, 20 фрагов разница, 102-е ведут. Минус латроми здесь прям, он только сказал, что они ведут, и как-то неудачно для латроми. Спасибо большое, да. Рестайли. Я не хочу считать мики просто потому, что я боюсь произнести его неправильно, потому что я умею это делать, неправильно произносить мики. Поэтому надеюсь, ты не обидишься, что я просто скажу тебе большое спасибо, товарищ, за поддержку трансляции. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Ещё одна поддержка, ещё на 150 рублей через этот самый. Ребятушки, я вас благодарю. Через Киви кошелёк товарищи поддерживают. Спасибо вам большое, ребята. Ну я не могу прочитать ваши книги, чуваки. Ха-ха-ха. Лоу. Поддержать трансляцию ты всё имеешь. Всё, что через плеер идёт донат, там некоторые проценты оставляет себе площадка. А всё, что идёт по реквизитам, всё идёт напрямую. Ну, как бы, это только вопрос вашего удобства. Мне не жалко то, что бутгейм получает какие-то там деньги с переводов. Бутгейму тоже нужно как-то зарабатывать бабло. Он предоставляет возможность стримить в хорошем качестве. В общем, пошёл за картой. Слушай, это какой-то супер финансовый стрим сегодня. Лучше на год, ну лучше. Ребятушки, все фигня, не останавливайся. Спасибо большое за поддержку. Подписывайтесь через плеер, чтобы вам премиум качество попадало. И смотрите в премиум качестве, ребята. Донатите через плеер. Это вам уже будет выгодно. Покупайте премию. Просто подписывайтесь на трансляцию. У меня целых 45 рубасов с этого упадёт. А у вас будет в качестве. Все в профите. Упокой, смотрите. Между прочим, неплохой... А, нет. У 15 фрагов примерно столько и было на самом деле. Разрыв. В тем время пять секунд до Хвата. Эш раскидывает здесь обоих игроков команды 102. Помогает Риккепап со второго этажа. Давай-давай ну забирает Риккепап. Латромин заминусовал там Эша Ой-ой-ой, как Латромин здесь По-царски забирает сквад Ну, вернее, убивает чувака сквадом Рестрим из кукона Зато крабик есть Еще на соточку Спасибо, дорогие мои ребятушки Просто прям, блин, там вы наверняка что-то еще пишете А как же, как же мне это предоставить А пока, к сожалению, никакой возможности Сегодня супер-донатный день, дорогие мои Просто поддержка прет и прет Я благодарю вас, но продолжаю призывать вас подписываться на премиум То есть, как бы, не страшно, что мне придет 45 рублей подписки То есть, да, может быть, не та сумма, которую вы хотели продонатить Но зато у вас же, у вас же будет возможность смотреть премиум-качество HD, великолепное, приятное Сейчас еще донастроим, так сказать, всю эту тему Вот, и все будет круто Пошла, пошла волна, волна такая доната Это приятно, конечно Я даже от игры, в общем-то, отвлекся так сильно А, ну и так есть А, то есть, вы просто убираете эти самые звездочки Я тоже себе убираю звездочки иногда на некоторых трансляциях Ну, так просто, чтобы... Не знаю Иногда мне не нравится, что я выделяюсь зеленым 52-35 тем временем Не получается набрать фраги Вот с предыдущего квада, в общем-то, так и не получилось поднабрать фрагу команды Риг А команда 102 продолжает вырываться вперед Хотя все вроде бы те же 15 фрагов А мне нравится, когда ты зеленый Ну, как бы просто иногда ты заходишь на трансляцию И все синие, а ты здесь такой зеленый И просто, ну, какая-то материальная привилегия Это как-то странно Мне нравится смотреть в премиум качестве Они выделятся зелеными, типа Я царь А чуваки, которые заходят на гудгейм и не знают, что это зеленое Они начинают думать, что ты там админ там Или еще что-то И такие О, товарищ админ, а там вот это можно, нельзя И ты только думаешь, блин Вот это все означает О, огромные товарищи Заканчивается квад реализацией, в общем-то, тукленькой В один фраг всего Но главное, что он не остался врагу, как минимум Палево отключить можно Вот желтенькая, вот, ну, типа донатерскую тему, по-моему, тоже можно Это делается в настройках И, как бы, убрать, как бы, идентификацию или что-то такое Хорош, минусы, три хипапа 22 фраг разница Ну, жестенько приходится сейчас рикту Надеюсь, что они не расслабились После тех игр, которые они сыграли Потому что, на самом-то деле, расслаблять им вовсе не стоит Сейчас 2 на 40 Ну, уже, уже, вот, после 10 минуты Такой большой разрыв Становится все более и более опасным Еще и еще донат Ребятушки, я просто благодарю вас Просто бабло полилось Нифига себе Застримец Сообщение застримец И смотрите, рикет Берут тактикл, похоже, тайм-аут Потому что ни у кого, как обратите внимание, никаких лагов нету Скорее всего, это тактикл 66-42 Просто пытаются сбить настрой 102-х Застримец Спасибо большое Целый, целый, блин, вообще нереальное количество бабла Залили Благодарствую Очень благодарю Спасибо, ребяшки Приятно, всегда поддержка Это всегда здорово Спасибо за отличный стрим Ребята, вообще, слышите Я сегодня заработал больше, чем за любой другой месяц стриминга Наверное, вообще, все вместе взяты Прямо полилась волна доната Нужно, как у револьвера, запиливать их где-нибудь Вот здесь, внизу, там, типа Поп-донатеры, там, туда-сюда, в общем Круто-круто Ну, я бы просто руки сломал, пока бы все это настраивал Спасибо всем большое, ребяшки, за поддержку Очень приятно Очень и очень приятно 37 на 42 25 фрагов преимущества команды 100 вторых Похоже, что будет все-таки одна карта отыграна Как минимум одна карта за 100 вторыми будет Ну, с самого начала, если вы помните Преимущества взяли 100 вторые И как бы не отпускали всю эту игру Не давали приблизиться оппонентам Команде оппонентов Но, однако, все еще есть время Все еще 6.5 минут остается до конца этой карты И есть возможность бороться Воу, вообще, вот это Михаил Раскладывает врагов, блин, во все стороны Можно перешиваться Как это Ко мне Так Концентрюй, вот в прошломе Времени этой волной, конечно, дано там Деньги просто сыпятся, сыпятся с неба У меня огромные кучи Вот Я даже отвлекся от стрима Хороший стэк, между прочим, набирает эш тем временем Вармор вообще все прекрасно Еще 35 секунд до меги На шапке он находится Потрошки для шапка нужно где-то подобрать А где они лежат, кстати говоря Красненький Сбирает рейлган Нету все еще тимбаров у нас Надеюсь, что, может быть, их запилят В новом обновлении было бы неплохо Пополняет здесь пушечки эш Потому что пушек мало 25 секунд до квада Атака 102 на шап Минус латроми Сейчас минус Михаил будет Да, минус Михаил, отлично Горит, горит эш 10 секунд до квада Мега лежит, лол И вот сейчас она эшу очень бы пригодилась Минус фортуна Очень важно сейчас делать Платроли забирает вклад Минус Вот это плохо Это плохо для команды Рик У них была возможность Была возможность неплохого квадрана Тэша, к сожалению, не получилось Спокойной ночи Спокойной ночи, Фионочка На картофан не скидывает Хорошо, спасибо, ребята Огромное благодарство вам Эш две ракеты четко словил Да Келедан, я не очень понял, куда Ну ладно, окей Один хелс остается И одна базука у эша Всего по единичке Ну, 50 плазминок, конечно, мы не считаем Аптечечка Вот, очень в тему здесь аптечка для эша Дамиги еще достаточно долго Зачем эшу сейчас шаркет Непонятно Если полтинника нет То это просто эпический провал Нет, полтинник имеется Это очень хорошо Становится, да Напрягает там сверху Латромит своим ганом Рикки папу замашнил Приятный момент Ну все, еще 20 фрагов Вот как было 20 фрагов Так, 20 фрагов остается 40 секунд Аквада латромит здесь Вместе с Михаилом Разруливают ситуацию Получают шапкет Получают рейлган И все у них становится в порядке Да, похоже, что не получится Ну, по крайней мере Блин, все-таки рано так говорить Но пока игра идет В одном, как бы, русле В русле победы 102 То есть, да Ведут они в счете Ожидается здесь Михаил Латроми Отдает ему красненький Интересно, что они сыграли через Рерс Да, то есть Много Много заходит на рейлган О, на красный Нет, все равно не открылась мне тайна твоих слов Или дан Я не понимаю вообще О чем ты говоришь Честно, прости 65 на 82 Победки у Эша Но пока не очень большая реализация Но 3 фрага сейчас будет Минус Латроми Минус Михаил Давай, давай Заканчивается Заканчивается Вот 4 фрага Я еще не знаю Я еще не знаю Профиги шутер Что вообще Это означает 100-100 Эша Ну что, 12 фрагов Вместо 20 2 минуты осталось до конца Посмотрим его стату 10 фрагов всего осталось от преимущества Не запоминаю На фраге такого нету Так, ну что Последний квад На самом деле Он может зарешать Это было бы Интересное Такое Интересное Такое Развитие игры Спасибо всем Кто подписывается На СК2 Минус 3 Хипап Если минус Эш То это Последняя надежда Потеряна Это GG Для команды Рик Счет становится Соответственно 2-1 по картам Это уже 100% Ну что ж Поздравляем Сто вторых Что они отыграли Хотя бы одну карту Но Все еще матч-поинт Матч-поинт Для команды Рик Если они Выиграют еще одну карту То в общем-то Для Сто вторых Будет все окончено А Сто вторым Нужно еще Две карты Минимум Затащить Интересно Т7 получилось Вроде бы даже Рик К последним минутам Подсократили Отставание Но Реализовать Как сказать До конца Вот этот вот Камбэк Они к сожалению Не смогли Ребятушки Спасибо Честно говоря Такой Какой-то Неожиданный Взрыв Доната Произошел Просто прямо Просто прямо Привет Кирилл Комб Запилил Привет Сержов Да Да Но Просто Сегодня Я стримлю К сожалению Со старого Ноутбука По Так сказать Каким По техническим По техническим По техническим Проблемам По техническим По техническим По техническим Ребятушки, я благодарю вас всех, спасибо, прям от души вам, честно, ооо, это прям, блин, на грязани такие же, хе-хе, я понимаю, что я испытываю все эти стримы, а в Алатроме дуэли не играет какой-то монстр ТДМ просто, не читай комменты в слухе, но там чуть не важно, ну как, почаще у Китера показывай или будешь багаж, а почаще Кварку показывай, Я же стримлю кваку в основном, то есть этот канал посвящен именно Квейку, постоянно я каждый день практически стримлю 125 фпс кап, который проходит каждый день, это лига, которая длится весь месяц и параллельно другие различные турниры стримлю, которые получается, забей уже новый уровень, что так мало, ха-ха-ха, не, 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 я как бы, это, это добровольное дело каждого вообще донатить или не донатить, и поэтому говорить, что там чуть-чуть мало задонатил, это просто смешно Квейк выразил свою поддержку и спасибо ему на это, скажи, что он донатит 10 копеек Что-то я уже год как подписываю тебя, прости, пожалуйста, я не видел то, что ты в чатике мало отписываешь, видишь, стримишь, стримишь-то тоже добровольное, да, стримишь-то тоже добровольное, но мне приятно провести в вашей компании время и подстримить для вас плейк, популяризация этой игры, как бы, я 10 лет в неё играю, мне нравится И мне жалко, что она не так популярна, как могла бы быть, потому что игра действительно клёвая, действительно сложная, один из тех шутеров, который продолжает оставаться сложным То есть та игра, в которой нужен действительно скилл, нужно умение, и она развивает пространственное мышление Вам нужно контролировать время, контролироваться в пространстве 3D, что называется И очень многое зависит от вашего слуха, ты должен слышать, что происходит Как будто я задонатил Да, если ты напишешь, что тебе нравится трансляция, подпишешься бы её, да, мне будет приятно, конечно Или там, ты знаешь, как бы, тут вопрос в том, что, если бы, понимаешь, если бы я понимал, если бы было бы 40 человек, которые, там, не знаю, ну, там, ну, хотя бы 40 Которые каждый месяц мне по косарю бы донатили, да, ну, можно было бы назвать такой, ну, то есть какой-то зарплатой, да То есть ты, как бы, каждый месяц получаешь 40 тонн стабильно, и, как бы, вот, можешь заниматься тем делом, которое тебе нравится, и всё в парке тоже, да Ну, такого не бывает, я не знаю, у одного стримера, наверное, может быть, только Адвирус только донатит, или, там, придору, может быть, майкеру, вот, как бы, этим трем людям И хорошая подписка, воздушный поцелуй Спасибо тебе большое Я рад, что тебе нравится моя трансляция Ну, а если у тебя есть желание посмотреть в вашей кассе, подписывайся на премиум Со временем может такое быть, ну, я не думаю А кем ты работаешь? Я работаю геодезистом Военной организации Что такое подписаться? Для меня, новичка, вообще вопрос Под каналом, если ты часто заходишь на Goodgame Там под каналом есть такой рупор, написано на такая кнопочка подписка Если ты нажимаешь, то, когда моя трансляция будет начинаться, тебе будет на Goodgame, если ты будешь в этот момент находиться Выпадать такое всплывающее окно, в котором будет написано Что трансляция от Элдера началась там, название там такое-то такое А, ты просто подлизал? Я понял, окей Вот, поэтому, когда ты подписываешься на канал Если ты подписываешься просто на канал У тебя будет сверху еще, кстати говоря Вот, я сейчас тебе покажу Наверное, не покажу, просто скажу Наверху, вот, где написан твой ник, профиль и мои подписки Там появится единичка, когда моя трансляция будет онлайн И ты сможешь посмотреть, что я нахожусь в онлайне Сможешь перейти на эту трансляцию, посмотреть ее Как определишься с английским, напиши Окей Я протестил скрипт на Алисе Понятно, что это писался Тедя Федор, в зубке я не веду Пони Эвил Пони 3.1 по личному А, ну это ладно Вообще не видишь такой кнопки Сейчас я тебе скажу, там тут абортует сервер Смотри, если ты вниз на кат Ну вот, давай, ладно, я покажу Вот Вот эта кнопка У меня написано, отписаться, потому что я уже подписан Вот, и вот здесь вот А на премиум На премиум Я, кстати, не знаю Вот здесь при выборе качества тебе нужно сменить А качество на премиум И тебе, возможно, вот так это делается Я не знаю, как конкретно Отделаться Кстати, уже два человека подписалось на премиум К сожалению, я не знаю Как посмотреть, кто конкретно подписывает Просто одна поддержка и две подписки на премиум Вот такая вот так переводим это случилось и забор или сервину меня летает комар по-моему я взвалил дорогие мои с детства заклаку хорош 21 рикт ведет во-во-во-во если ты напишешь что я его прочитаю простите пожалуйста но я буду над этим работать уже есть человек который будет помогать элдору в общем-то перестать быть корявым человеком читать наконец-то уже нормально некий вот и благодарить всех товарищей май гри я не знаю как правильно читается пожелание сделать себя покрасивее к фг а то прям качество то и не обязательно сейчас смысл в чем в том что он вот когда я стреляю с ноутбука вот на данный момент я не могу выдавать картинку в 60 фпс и в разрешении 1920 на 1080 но с компьютера который я уже купил при учете того доната который донатился на этот компьютер там помогали различные товарищи том том числе паша с ником айди он помог собрать очень таком теперь есть контент которого я и сам могу играть потому что с ноутбука я не могу играть а с компа могу я могу стримить в хорошем и очень супер хорошем сроком качестве в основном я стриму естественно с компа но сейчас так получилось что по техническим причинам приходится стримить с ноутбука что же у нас начинается третья карта 2-1 счет хорош там между прочим реки пап так круто шизгана зарубил с тэшиком они выбили все-таки шаг здесь на этой карте очень большое значение имеют шаг и естественно рейлган удивительно как будто бы на всех предыдущих картах эти две пушки вообще не решали если аналитика великолепный здесь раскидывает красный забирает пытается пропушить на рифея михаила но михаил отбивается 17 хп забирает он полсос и нужно спешить на квас сейчас минус тэш здесь может быть хорош латроне там забангил 80 хп у него имеется и спешит он на мегу хорош красавица на мегу он не успевает промазал здесь рейлом забрал эши 60 хп желтый сейчас должен здесь появляться не знает на него тайминга александр но приходит на красный хоп-хоп минус реки папа реки папа успел переключиться на плазму в попытки заплазнив этот проход вот и анализы поперли да 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 надеюсь под контролем рисков от латроне заходишь шаганом в реки папа неплохо у нас 43 будет следующий шафт и газ за латроне красненький мы к сожалению не можем понять за кем и пока только два фрага приму что в м20 тоже достаточно окрадная карта тут обычно большой счет постоянные замесы при игре 4 на 4 но 2 на 2 также обычно радует большим обилием фрагов минут остается буквально до квада и пушки и филатроне у михаила я не знаю спасибо всем кто поддержит ребятушки честно я хотел бы чтобы вы доносили через player просто потому что у вас будет возможность смотреть премиум качество если вам это удобно сделайте чтобы просто это вам тоже приятно при просмотре трансляции я буду работать красный избирает эш но получает он там правда рейлганом латроне со слабым стеком по дуэльку накажу ну конечно когда я с ноутбука играю но продукт я все равно был больше не получится 10 на 50 стеку латроне мига лежит мига отсутствие кимбаров конечно очень сильно обрубает информацию очень важный для тдм а праздники здесь за латроне определенно эш заринансовал тем временем михаила попытка врыва от латроне любит он эту штуку руки джампом оттуда запрыгивает ой 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 какой бред он короче сейчас мы вы видели в общем эш заблочился обреки папа тем временем латроне выскочил из телепорта и надамаживаю подкладу замену собаку тем самым латрон здесь забирают шахтек через три секунды мига есть тайминг по всей видимости михаил выбирал последний мега хелс 250 минус эш 20 на 10 102 в общем неплохое преимущество самое интересное что если сейчас что еще сравняется то будет играться такая ну для этих игроков полу рандомная карта потому что такая рандомная карта интервеншн на ней за этот турнир по-моему не было собрана ни одной игры но при этом эта карта играется она 2 она такая там квад нужно занимать определенно заранее что-то вроде дрессл фейса вот отдельно отдельно очень лежит здесь быстрые такие проходы через полкинги через за верх все сплазмаган то есть можно быстро подойти помочь своим тиммейтом на красном дабы бог кстати ну давно пропадал что-то нереально времени объявился хочет меня катнуть не га хелс заешил вопросов про финалистов и про лузеров нет не получили преимущество в одну карту я это момент уточнял уже во время игры и сказали что преимущество никакого не получит что они прошли по верхней сетке то что риккет прошли по нижней и никаких переменцев не очень блин кто за стульма и кто за риккет эш играет за риккет риккепап играет за риккет а за сто вторых играет у нас латроми и михаил фортун фото лан не любят когда его называют фортуном вот поэтому говорим фото лан или михаил как от латроми 150 на 10 он а Ты думаешь, что ты думаешь о стадии? Думаю, что вторые вытащат на интервеншене, не знаю. Блин, уже столько времени у меня вставать завтра, не надо. Ну ладно, 37 на 24. Я вчера вообще не смог достримить, это просто счастье, что этот гранд-финал был перенесен на сегодня. Я боялся, что я не смогу подстримить. Кстати, вот запись гранд-финала и записи две, по-моему, игры есть, чтобы отцепить ФСК по сегодняшнему, я обязательно залью. Потому что с этого компа я могу это сделать. А вот вчерашние игры, игры вчерашнего дня, и уже три записи прохождения Half-Life. Первого мы уже дошли до мира к цен, залью с другого компа уже несколько позже. Возможно, завтра вечером, может быть, даже послезавтра. Минус Латроми с квадом, 38 на 27. 11 фрагов всего преимущества. Отличный здесь запрыг от Рики Папа. Шапкетский он забирает, Базуха у него всего правда одна, но минус Латроми, конечно. Шапком с Мишинганом против Шапка не особо поспоришь. Хорош! И, на самом деле, очень много дэмэджа нанес Рихипап. Двоих вырубил, и Латроми нанес достаточно сильный дэмэдж. Не успел он, правда, на Мегу, но смотрите, как много дэмэджа он, наверное, ему наносит. В общем, выпилил он его, на самом-то деле. Если бы не Мега, то не получилось бы ничего в Латроми. Полтинник армора у него не имеет, и приходит Рихипап. Позиция Рихипапа, по всей видимости, именно, и помог Эшик, там, Рейлганом отлично подконтролил. Молодец, Эш! И, смотрите, сокращается отставание. Шесть фрагов всего осталось. Поскольку вполне всё решаемо, все эти задачи для команды Рик. Напоминаю, что счёт по картам 2-1 ведёт команда Рик. И каждая карта для команды 102-х, вернее, эта карта может стать последней, если я не буду. Отпустим. Не очень удачный сейчас выход от Рихипапа. Зря он там наломился. Видел, вроде бы, двоих компонентов, но почему-то принял решение атаковать. 68 на 50 у него стэк. Красный, только что кто-то забрал. Забрали эннами. Полтинник, да, надо выйти. Эшик совсем слабый. А, это Латроми был. Минус Латроми с шапком. Здесь главное уйти и не отдать пушку. Меня это Рикипап уже убирает шапкетский звук. Всё правильно сделал. Возможно, не стоило до конца наломиться там на лестнице, потому что Эш прикрывал. Сейчас турнир, сколько бабла за первое место? По-моему, игра за респект. Красный забирает 3 хипапа. Тут черепомонные подлаги какие-то у Михаила. 30 у него в пинге нет, вроде всё нормально. Какой-то бред, смотрите. Эш единственный, у кого пинг 60. У нас борьба за хват. Минус от Михаила. Ну, скорее всего, за 102-ми склад будет. Да, так и происходит. Латроми забирает полтоса. На красный сейчас будет выходить. Нету оппонентов, дождался он пока. Михаил выскочит на мост, проконтролит, собственно, ситуацию. Это у него прекрасно получилось, великолепно. В общем, всё это сделано. Вот этот латроми. Хорош. Первый фраг, но достаточно важный. Он на шахтехе подевает, забирает. Красный скоро должен появляться. Я думаю, почему же, да? Очень странно. А, ну, тут, вот смотрите. Латроми, по логике, должен был смещаться на красный. Кстати, красный до сих пор лежит, только сейчас подобран. Подобран противником. Но латроми выходил на гранаты, выходил на подконтроль телепорта. Почему, спросите вы, казалось бы. Ну, потому что они просто в TeamSpeak дают друг другу инфу. Ту инфу, которую мы с вами здесь можем увидеть и понять, если вы хотя бы были тимбарой, бла-бла-бла. Элдор опять переживает. Где тут тимбара в кулай? Тимфрагов преимущества команды 102-х. Красный сейчас будет появляться. Мега лежит, между прочим. Рехипап почему-то не ждет на телепорте. Эш борется на красном. Вместо того, чтобы забирать Мегахелс, который просто пролежал секунд, наверное, 15, к сожалению, для команды Рикт. Половина карты у нас уже сыграно. О-оп-оп, неплохо. Эшик напрягается, а? Минус АТ, скорее всего, будет. Да, минус АТ, но на 4-х и так он все это делает. 3 секунды до красного не получается у него забрать. Переключился он на базу. Позря теперь вряд ли сможет оппонента забрать. В общем, вы видели, красный не получилось. Забрать вообще никак не получилось там напрячь. У нас 100 стекла в Атроме, 5 секунд до Мегахелса. 5 секунд до красного, в Атроме великолепный стек. Ну, чуть-чуть его, правда, подрихтовал сейчас Эш, этим Рейлганом. Ну, однако, очередной квад. Давайте вообще глянем, сколько квадов забрали. 2 забрали Рик. И 4 забрали команды. Команды 102. Рейлган за Атроме. Опять же, скоро Мегахелс. Видимо, Атроме контролит Мегу. Да, все у них прекрасно здесь получается. Мега вообще вся. Я смотрю так. 6 на 12. Два раза больше не готов. Забрали на 102-е. В основном, я думаю, я этим занимаюсь в Атроме. Ну, пока, наверное, как мы с вами наблюдаем. 10 фрагов. Уже даже 11 фрагов. Разница. Рик-то немножко просели после этого квада. Ну, давно они не забирали квады. Последние все квады, по-моему, были за командой 102. На момент посмотрим, как там Атроме. В общем, давно мы его смотрим. 6000 демонов у него практически нет. Нед у него положительный на 18. В общем, Атроме еще мод машина-убийца. Начал, в общем-то, противника проскатывать. Приходится здесь на Атроме отступать. Минус от Рикки Папа. Шахтецкий. Шахтецкого нету. А, Рейлган он забрал, поэтому его хочет подконтролировать. Теперь бегать. Опасный момент. Сейчас Михаил тут всех разрулит. Ооо, я же там сам на лоу хп. Ну, слишком Рикки Пап здесь ломился. Понятно было дело, что не даст ему Атроме здесь все это забрать. Все-таки Рикки Пап забирает. Муха продолжает меня напрягать. Переходит она практически не мистер. В какую-то другую локацию. Ладно. И разберемся потом. 60 на 47. Минус Рикки Пап. Минус Рикки Пап. Красный сейчас будет забран, скорее всего. Со вторыми. Атроме стоит на позиции. Блин. Ооо, нормальный эшик тут напряг. Неплохо. Амега с красным засплинились. Михаил пытается здесь напрягать 8 секунд. Остается 7 секунд. Короче говоря, квад очень скоро будет. Ну что же происходит-то? Минус Рикки Пап. Остался у него все еще стэк. Хотя и очень слабый. И Латроми очень круто врывается. Квад лежит. Квад за Латроми очередной, дорогие мои. И 14 фрагов. 14 фрагов разницы. Тут достаточно много. Красный лежит. У вторых-то посмотрите-ка. Ну нормально у них все получается. Пытаются тащить. Привет, диск. 16 фрагов разницы. А, Элидан ливает. Пока Элидан. Он, по-моему, уже улетает. А, нет, шумушка. Окей, 16 фрагов. Ну, начинается немного отрываться. Уже угорают, отрываются по полной. Девочки, соки там. Мята. Это на скотской Квадроми. У них не желтый сейчас будет тресаться. Знает у него тайминг в Латроми. Хорош. Капри Кабри. Командной игре 2 на 2. Все девайсы нужно читать, потому что один игрок, считает одно половин-харт, условно говоря, да. И второй считает вторую. Хороший стэк. Сейчас под воду у Латроми беспрепятственно забрать паскетский. Заминусовать Эша. Остаться еще хоть и при совсем большом стэке, но при небольшом уж точно. Красный лежит. Спешит на у Латроме. Аппонент он их забирает. Аппонент ПТЭш. Пушек нету. Команды противника, я имею ввиду, для команды 102-х это команда Риг. Не особо пушек. Хотя вот у Рихипапа имеется Рейлган. Ой-ой-ой. Что-то было там. Очень ватненько было. Влад Дэминг в Латроме. Минус Эш. Кайш отгон в Латроме. Ну просто чудеса творит в Латроме. Сейчас я думаю, если посмотреть, он просто туда. Плюс 26. Плюс 26. Блин. Супер. 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 Ммм. Да, это вам не Старкрафт, дорогие мои. Хотя я Старкрафт тоже очень люблю, но иногда у меня лично складывается впечатление, что матчи просто кубрина. Потому что ну прям игроки так по-странному иногда начинают себя вести, просто отдаваться там по-тупому и всякое такое. Нет, ну-ка продолжает напрягать меня. Зараза. Случилось. Так, ну 81-53, 102-ые уверенно начинают набирать фраги. Что такое, дорогие? Что такое? Что такое? 102. Ну, 5М20 за 4 минуты до конца, честно говоря, большое преимущество. Не уверены, что команда Рихт сможет это отыграть. Тихо. Ты мне на consulting на nonsense речь, правда? Да ладно ладно, не л Yap. Это х duo. Зарезurez fentanyl toe. А-а-а-а-а. Да-а-а-а-а. Р atéнапраться с ним. у нас тем временем забирает у ее наихи по полу там разносит на куски складом минус очередной от михаила ну смотрите михаил тоже будет пошло дело да обратите внимание на латроме плюс 31 10000 дэмэджа посмотрите хотя у эша 7000 а у латром практически 10 9 половиной это просто обалдеть на этой карте обычно при игре 4 на 4 там 11к дэмэджа как бы прикольно круто а тут латроме при игре против двоих афоментов набирает практически 10к дэмэджа я думаю что до конца этой карты 10к он наберет это как бы очень и очень сильно и очень и очень много я думаю что оба игрока команды рик просто страдали от латроме посмотрите уже практически двукратное преимущество это при учете того что команда 102 проигрывала 2-0 дорогие мои 2-0 они проигрывали и сейчас счет сравнивается 2-2 я уже с уверенностью могу это говорить потому что ну как видите 40 фрагов и преимущество продолжает увеличиваться кстати га мерси лимит если 9 фрагов еще наберут то это будет мерси лимит 40 фрагов ну а кроме дуэли не играет а я не ответил я у него спрашивал этот вопрос потому что латроме на самом деле действительно сильный игрок он могут напрягать только он говорит что у него нет времени просто на это говорит не бтдм успевать играть с командой вот на всяких турнирах ой аж берез 2 ничего себе здравствуйте добрый вечер а всего-то минута осталось до конца игры джи джи ешь выходит спектаторы да нет смысла себя мучить реки папу я бы тоже конечно рекомендовал просто не заморачиваться джи джи дорогие мои 2-2 по картам и у нас решающая карта вот уж не ожидал что будет вот такой прям замес и прям вот так вот все будет сильно и долго я честно доброго вам вечера дорогие мои приветствую вас всех рад что вы заинтересованы этой трансляции подписывайтесь на канал на гудгейме подписывайтесь на 2 тв напоминаю что 23 августа будет lan party cup который будет транслироваться мною напрямую прямо с места событий вот он интервеншн который мы сейчас с вами посмотрим вангую 3-2 по картам ого-го ничего себе среди нас ванга вот так же кстати говоря для игроков слабого уровня вот информация которую кстати говоря там спрашивали по вопросам на трансляции по халф-лайфу первым короче говоря для игроков слабого уровня вейк-лайве для тех кто хочет понять какие-то свои ошибки будет трансляция отдельно которые я соберу игроков невысокого уровня участвовать может каждый если вы хотите понять как бы да чего вам не хватает где вы как-то может быть не так действуете может быть какие-то вопросы там про распрыжки по контролю по еще каким-то очень таким делам небольшим вот вы трансляции на которой я вместе с вами и позиции держать и так далее сейчас окей расскажу хорошо что хочу сказать все поэтому в общем будет стрим для небольших школа скилла первый урок всего за 0 рублей естественно бесплатно научи распрыжку делать да не вопрос если ты плохо распрыгиваешь я помогу вот интервеншн вот здесь у нас находится красный также здесь находится полтинник и вот тут шатган здесь у нас имеется шафт вот тут подконтроливается он здесь через эти патрошки можно туда вот выйти так вот подконтролить шафтец и рейлган обратите внимание что шафт и рейлган достаточно далеко находятся друг от друга вот здесь есть возможность распрыгаться и забрать рейлган но вообще путь на рейлган лежит вот через этот шотган через вот эту лестницу которая вот там вот поворачивает направо вот и вводит вот эту мегу кладецкий кладецкий у нас имеет несколько входов это первый вот это второй от красненького да вот здесь красненький лежит и вот здесь там раз-раз пропрыгал здесь законтролировал кладец вот здесь имеется желтый с плазмой очень приятный момент есть подход как раз вот этой стороны а вот лежит мега обратили внимание там рейл тут мега там рейл для тех кто не знает карты если паке не надо было контролить пикапы и считать тайминги то это была бы моя любимая игра бегаешь и стреляешь я тебя понял в общем хорошая позиция на красном естественно в принципе и легко дефать и легко нападать на самом-то деле потому что вот здесь быстрая смена позиции может происходить раз подконтролил сюда вышел подконтролил сюда вышел еще раз такие фейковые мувы и так далее и так далее вот ну естественно шафт и рейлган как всегда имеют значение здесь можно ныкаться поехали ребятушки 2-2 по картам решающая карта этого турнира о реки пап делает такой прыжок на самом деле такой нормальный красного нет он пытается реки пап подойти сэшу помощь на шафте и минус латроме шафтом вот это очень важное приобретение для команды риф возвращается на красный блин лучше бы реки папа попал приходится забирать палпу здесь отбивает 1 фраг фарту тут эти первые фраги они конечно менее значительные и смотрите какой поздний квадецкий будет очень поздний квад еще очень долго ждать нужно на кваду михаил уже здесь потому что аутов у него не оставалось пушки было не отконтролить у него был 50 армора и смотрите попытались принять миша заходит ой-ой-ой хват как будто прям таймер был вешал неважно конечно естественно никаких читов у него там нету само собой трансляцию свою пилит так что понятно дело что все четко но удачно он встает забирает квадецки пытается здесь отконтролить на рейл отличный врыв и минус фото ван да хорош мига лежит миган подобрана оппоненту кстати говоря 10 секунд до красного хорошо здесь я прочитал здесь не попал лол было две возможности подконтролить этот желтый сплазмой уэша но ни та ни та к сожалению не вкатило красный за рейхипапом рейлган в виде тэш понимаешь что могут быть здесь оппоненты шахтецкий вот нужна инфа на шахт да и вот как раз лотроме там минусует рейхипапа на шахте желтый лежит не попадает он по фортуну михаилу футувану михаилу футувановичу я уж не знаю за кем хороший рейлган заходит от эша красный здесь также за ним 200 армора теперь у него имеется оба желтых лежат рейлган за эшом хорош на шахт смещается эш и правильно потому что скоро должен быть ожидается тиммейта лучше бы патроны забрала рейхипапа отдал шахтец 43 будет следующий шафт через 2 секунды и до квад еще останется 30 секунд на самом-то деле дэлэй дэлэй тэш ну возможно он не просто дэлэй пытается доставить красный хорошее попадание ну что же времени остается немного теперь обоих игроков есть по красному запрыгивать ешь да запрыгивается шахтом пытается ворваться минус латроны определенно и фортуна но где же рейхипап то но ядрёны пассатижи ну что же такое ну это просто ну и что теперь делать дорогой ну разулил 2 их красавица ну и сейчас бы был бы живой эш и эш был бы со стеком и все было бы еще лучше не забирает рейхипап смещается он не отказался на шахту я думаю вам тоже показалось но это только показалось минус фортун минус футулан блин тяжело честно говоря перестроиться с фортуном на футулана и на михаила будем стараться как раз сам михаил предпочитают чтобы его называли михаилом называть его стараться михаилом вот это михаил разнесло на куски тут определенно заканчивается квад 12 9 3 фрага своего преимущества близко опять же игра но гранд финал как бы намекает что это лучше полтинник между прочим внизу есть не знаю почему рейхипап его не стал контролить контролировать это как-то рейхипап вообще не очень законтролил сейчас михаила на рейлгане вот полтинчик про который я говорил который надо было забрать и хиппап еще давным-давно получилось здесь у михаила попасть на латроме спасает ситуацию в общем-то приходит разруливает как врагов контроль от михаила не заходит ой 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 блин а нифига себе даже не знаешь здесь парапет есть у нас еще от михаил уже на кладе контроль чувака сквозны патроне надо здесь попробовать скорее что будет забирать клад появляется минус сэш отлично забирается футу ван кладецкий лежит пока только верхний желток подконтроливает рейлган ну прям вообще все идеально блин только не просто этот прыжок делать может я просто не умею его делать 180 на 50 надо попробовать гинус рейхипап видит аппарата не знаю не видел услышал то точно понятно сверху подлагнула трансляция но еще добрал может быть подлагнул и у михаила вот такой расчап возможен рейхипап здесь не получается защитить своего тиммейта 2 секунды до медиа фартун это учебник тдм фото ван да это учебник тдм он очень круто доджится просто великолепно стратегии все вообще делают то есть он очень грамотно перемещается не только во время боя но и по карте во вторые то ведут тем временем то есть врагов они впереди решающая карта я напоминаю что счет у нас по картам 2 2 закомбечили 102 плюсуйте трансляцию низко 2 тв мы рвемся к власти уже практически в золоте но пока еще в серебре кстати кола дьюти то мы проходили первое кола дьюти мы прошли 7 фрагов у нас 3 минусы 3 со вторые в латроме здесь с квадом первый фраг только для квада а вот наша в тайминге у меня так точно нет у меня внутри хипапа и 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 Ушел Рейлган, к сожалению. Верхний желтый имеется. АллатРом, я думаю, будет его пытаться забрать сейчас. Так и происходит. И такой резкий прыжок до Рейлгана, но не получился он. Движтель 1.19. Слышите, прогноз хорошистов сбывается так-то. А пуль на стриме ФОВ. Сопчика. Или 110. Скорее всего, 110. Я играю сейчас 110. О, как смешал. Дай. Сиперы. Откуда ты знал, дорогой? Минус Рейки Пап 5 секунд остается до КВД. Латоми продолжает напрягать Пеша. Минус Сэша и КВД за кем? Правильно, за Рейки Папом. Сразу же он отдается. 35-20. 15 фрагов преимущества команды 102-х. И практически подошла к экватору. Это карта. Нерешающая карта. Ого, вот это осадил. Вот это Михаэл осадил гранаткой там вообще нормально. Латоми тем временем забрал Мегу. Ой, Рейки Пап помешал бы запрыгнуть Тешу. И, в общем, Теша был заминусован. Минус от Латоми. Красный через 2 секунды. Дропается Рейлган. 130 на 130. Ого, опасный момент здесь. Минус Рейки Пап, хорош. Что на что, Латроми? А сроки джампом он забирает здесь этот желтый. Но главное оппонентам не отдать. Жадность такая, Квейк. Жадная игра. Приходите иногда жадничать. Не делиться с оппонентом. Продолжает увеличиваться отрыв команды 100 вторых. Мега через 10 секунд. Кстати, здесь можно, по-моему, просто допрыгнуть через вот этот маленький брик на красный. Вспомни, ну вроде можно. Ну, конечно, Рокет Джамп здесь будет 100%. Не дает Латроми выйти на балкон на этот, для подконтроля Квада. Мазуки заканчиваются, приходится спускаться. Ой-ой-ой, вот это фейл. Хорош, хорош. Михаил сейчас такой важный фраг сделал. Сейчас мог отдаться Квадецкий. Глава, что он мог просто на халяву забрать. При учете того, что... Ну, все началось с того, что не попал там один Рейлдан в Латроме, как вы видели. Но Михаил ситуацию разрулил. 30 фрагов преимущество становится командой 102. И оно продолжает увеличиваться. Вот что самое главное. Квад за квадом они забирают. Давайте глянем, сколько квадов. 3 на 3, одинаковое количество квадов. Ну, по-моему, там общее время минута. Я просмотрел тут, ладно. Уже 12 часов. Я говорю, до 3 минуты. До 3 минуты. До 3 минуты. Мега-золотроми. Ну и похоже, что 102-й выходит все как бы вот дальше и дальше. Увеличивает преимущество. Не получается забрать у Эша рихипапом ни Шат, ни Рейлган. Крафик, вот, что-то на халяву достался. Полтинник, за полтинника далеко. И смотрите, рихипап пытался упереть этот полтинник, который, естественно, на который, естественно, рассчитывал в Латроме. До квада остается 20 секунд. Хороший подконтроль. Мега лежит. Мега-мега, ну как же, как же, мега-мега. Как-то странно. Возможно, ФОВ другой у Латроми, он просто не видит мегу, но... Водец. О-о-о-о, ФОВ Артона тут. Да, зря он на самом деле спрыгнул. Это, честно говоря, немножко аркадно было. А ТДМ популярнее дуэли? ТДМ сложнее дуэли, потому что здесь нужно взаимодействие, а для взаимодействия нужно играть на высоком уровне, на самом деле, для хорошего взаимодействия. Ну, или оттачивать чисто вот ТДМ. Да, как бы, играть постоянно ТДМ, и тогда у вас будет повышаться уровень и в ТДМе, и в сыгранности в самом ТДМе. Мне ТДМ нравится больше, наверное, дуэли, потому что я все время играл в дуэли, и просто уже упал от них в какой-то момент. А у ТДМ ничего такой свеженький. Славно, реально, тоже приятно. Можно сказать, что в ТДМ популярнее дуэли нельзя, потому что, все-таки, если в дуэли ты можешь найти себе оппонентов просто постоянно, то в ТДМ собрать народ, это несколько более сложная задача. Платромий здесь отступает еще достаточно долго до красного. О-о-о, опасная базука. Да ладно. Ничего себе, вот это интересный момент. То есть, ты говоришь, что в дуэлях сложнее, потому что нужно просчитывать все больше таймингов, айтемов просто больше на карте, на быстрее игре в ТДМ. Плюс в дуэлях ты как бы отвечаешь только за свои действия. Ты не можешь проиграть в дуэль из-за действий твоего тиммейта. То есть, ты можешь играть, и твой тиммейт не получил с него. Вот игра не пошла, а ты как бы проиграл из-за этого. Во что сложнее играть? Больше факторов, которые влияют на твою победу или твой проигрыш. Плюс если ты здесь, вот, игрыш, законтролит девайс. Вот ты законтролил мегу, мега появилась, а тебе пришел не один человек, а два. И как ты их будешь разруливать? Вот ты пришел на мегу, сейчас я заберу мегахаус, у меня же шапки с базукой. Нет, нет такого. Вот, трика, что ты. Я же перемутил. Ну, два вын. Ну да, в общем, прогноз хорошиста пока сбывается. Остается меньше пяти минут, и 40 фрагов разница, честно говоря, близко к Мерселине. Вы сравниваете как КС с Мортал Комбатом? Ну нет, КС с Мортал Комбатом это совсем разные вещи. Дуэли ТДМ. Мы все же говорим про Квейк, и, ну, сложности-то есть как бы, да, и можно сравнить один Мортал Комбатом с другим. Но, наверное, действительно, не совсем корректное сравнение. Поэтому, конечно, тоже здесь правда. Тимборг решает, да, Тимборг решает. Преимущество продолжает расти. Ну, в общем, у 102-х получилось закамбетчить со счета 2-0, дорогие мои. Очень они близки к победе. Минус Рихипап, отличный фраг от Латроми. Чёрт, 14 импрессов. Повалил народ, поздравлять, наверное, я не знаю, что это хотят. Плюс 30 у Михаила, обратите внимание, очень хороший нэд на этой карте. У Михаила Рихипап просил нереально. Минус 30, у Вэша минус 20. GG, дорогие мои. Mercy Limit. Да, это было круто, дорогие мои. Вот таким вот образом всё заканчивается. Побеждает команда 102-х. Побеждает со счетом 3-2. Mercy Limit откат на последнюю карту. Проигрывали они 2-0, я напомню. Интереснейшие игры мы сегодня с вами посмотрели. Очень.